И снутри топку заштукатурил геркулесом. Поэтому шамотный кирпич я вам советую не применять. Первое пламя идет сюда, заворачивает сюда, проходит, возвращается. Если обратите внимание, она идет без перевязки, с основной кладкой. Все. Добрый день, с вами компания Печный Мир, я Бахаев Максим. Сегодня мы приехали в Ангарск к нашему партнеру, другу, не побоюсь этого слова. Сергея Герасимовна, поговорим о моем опыте футеровок. И он нам расскажет о своей печи, о нюансах печи. То есть я думаю, что будет интересно. Расскажи, что ты именно хотел здесь воплотить, какой результат получил, доволен, недоволен тем, что для себя, для себя же делал. Ну вот как бы хотел бы рассказать. Вот именно хотел сделать печь именно с такими элементами, именно косичкой. Вот именно такой проект у меня родился. Именно вот эти некие зубы дракона, да, как бы сочетать их вместе. Вот. Поскольку печка, она имеет в себе 7 каналов горизонтальных и 3 колпака. Вот. Как бы я ей доволен. То есть она очень хорошо себя ведет. Она год уже, скажем так. Да, она уже год, отопительный сезон она прошла. Здесь вот еще у нас получается такая вот лежанка. Я вчера его протопил, до сих пор как бы теплая она. До сих пор. Вот. То есть у нас получается первое пламя идет сюда, заворачивает сюда, проходит, возвращается и уже пошла туда. Здесь как бы идет раз, два, три колпака, как бы в этом месте. Таким тоже стилем старался подойти, чтобы тоже было максимально красиво. И вот вчера, говорю, протапливал где-то днем, ну, до сих пор теплая. Сколько раз, ну, зиму, допустим. Ну, и, допустим, в день 4-5 полешек и на следующий день 4-5 полешек. Все. Ну, то есть раз в сутки. Раз в сутки, да. И достаточно. На площадь помещение сколько? Ну, площадь где-то квадратов 25, ну, так вот где-то 30 может. Ну, и получается она все время в таком, ну, полусты, ну, как сказать, не перегретое. Не перегрето, да. В рабочем режиме держит. Всю зиму как бы чуть подостывает, ну, подтопил чуть-чуть буквально. Самые морозы, я думаю, что чуть больше, наверное, все равно усиливаешь. Самые морозы нет, так же в таком же режиме, в принципе, даже минус 40 вот в прошлом году было. Комфортно, нормально. Да, еще добавлю, что Сергей любит очень много точить кирпич. То есть это тоже одна из его, так скажем, отличительных черт. То есть видно, что кирпич обработан, каждый кирпич поддавался, скажем, и фаску снять, фаска снять и с лицевой части тоже, да, шлифовка была. Каждый, каждый кирпич здесь точеный, каждый. Здесь простого кирпича нету. То есть он калибровался не только по факту, чтобы не было ни трещинок, ничего, обрабатывался. И если вот эти фаски, их выпрямить впрямую, да, вот так вот сделать, то есть выпрямить, почему было принято такое решение? И тогда объем печи увеличивается. И, соответственно, инфракрасное излучение идет не только сюда, не только сюда, но и сюда. То есть она распределяет вообще тепло по всему помещению. Ну вот хотел бы сказать по поводу футировки, да, как бы. Здесь вот я не стал применять никакой футировки. Я, то есть, калибровал кирпич вот этот весь. Брал кирпич железняк, который именно спеченный хорошо. И пустил на топку. И снутри топку заштукатурил геркулесом. Где-то штукатурка маленько подотвалилась, но кирпич в идеальном состоянии. В идеальном. Как бы внутри все хорошо. Меня это все устраивает и удивило. И вообще вам, ребята, хотел бы сказать по своему опыту, да. Я вот поскольку много лет работал футировщиком промышленных печей, да. Все, многие печники пользуются шамотом. Я, допустим, считаю, что от этого надо отходить. Шамотный кирпич, он все-таки предназначен для высоких температур. Тысяча градусов и выше. Печь тысяча градусов не дает. Дровяная. Ну, береза может 950 дать. И то, я сомневаюсь, 900. Поэтому шамотный кирпич я вам советую не применять. Возьмите откалиброванный, хорошо выбранный кирпич иркутский. Зафрутируйте топку. Конечно, с температурными швами. Либо арбиджил. Это вот мой совет. Нюанс-то какой. Вот если не ставят шамот, как из опыта своего, не везде, не в каждом регионе есть нормальный кирпич. Если у нас иркутский, молондэнский, он более-менее стоит, то где-то его нет. Соответственно, у людей нет возможности, так скажем, применять. И они ставят шамотный шамотный. То есть, и он сдерживает. Потому что нюансов шамот, он да, много. Но я думаю, что мы об этом как раз расскажешь. То, что вот эти расширения, термические, это, скажем, зазоры в шамоте, они важны, чтобы он стоял. Шамотный кирпич, он вообще, когда высокая температура, когда запускается промышленная печка, шамотный кирпич, ее запустили, и он все не остужает. Как только печку остудили, все, он сразу весь полопался. И во всем меняется все это дело. Поэтому, как бы, в промышленных печах он себя хорошо ведет. Ну и, конечно, если вы шамотом пользуетесь, кладите шамот на мертель. Затапливаем печку. У Сергея есть свой способ. Сейчас я вам покажу. Я пользуюсь как бы горелкой обычной. Смотрите, как это делается. Все. Дрова здесь уже закладка, получается, уже заложена. Тоже мелкая, снизу ставится. Да, 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 да. Все так же. Просто нам не стоит даже открывать тут, чтобы тут что-то дым выбрасывало, не выбрасывало. Просто снизу подвели горелку. Ну, интересно. И как бы добавили маленько. Печка затоплена. И печка уже затоплена. То есть, многие печники пользуются отсюда, как бы. Я пришел к такому мнению, что надо из-под бувала затапливать. Это гораздо удобнее, проще. Но мы получаем, опять же, нижний поджиг. Бывает, что если высокая камера, да, можно сверху зажигать, чтобы как свечой горело. Можно дальше крутиться. То есть, мы тоже, Алексей Николаевич, так. Но я вот именно для вот этой печи, мне очень удобно. Здесь вот сделано еще, как бы, прорезь, да, впереди вот это. Это для того, чтобы стекло не закапчивалось. И еще хотел бы добавить, что вот эти вот элементы, да, косичка, вот если обратите внимание, она идет без перевязки, с основной кладкой. Вот. Была такая техника применена. То есть, цепляется за клямеры, да. То есть, берем подвес, отрезаем, делаем букву П. Цепляемся за этот кирпич и цепляемся за это. И каждый ряд, каждый, каждый ряд. Вот она сезон прошла, нигде не отошла косичка, нигде, ни в каком месте. Ни здесь, ни здесь, ни здесь. Я за этим следил. Как бы, это тоже такое новшество, скажем так. Вот заштукатуренная поверхность вот здесь. Вот, то есть, у меня здесь пущенный уголок, да, пущенный уголок. Здесь уголок, здесь, а здесь остался кирпич. Все геркулесом было заштукатурено и покрашено цертой краской, как бы. И все великолепно себя ведет. И здесь вот, конечно, уголок вот поставленный. Почему? Он был выпиленный где-то, два сантиметра выпилил, чтобы мне в паз попасть. Вот. Полку держит, да? Да, полку держит, чтобы вот на расширение здесь ничего не влияло. Ну, видно, что подход был хозяйский. Делал себе, сделано все качественно. Ну, я думаю, для клиентов так же это делается все. Ну, вот, Максим Николаевич, еще бы хотел пригласить тебя посмотреть на улице. Вот, барбекю комплекс, вот я, как бы, делаю, почти доделал. Ну, вот, пойдемте посмотрим. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok